Вопрос такой. Когда социалистические страны стали вступать в ВТО, было ли это период существования мировой системы социализма? И второй вопрос, тоже взаимосвязанный. Чем было вызвано желание Советского Союза в 86-м году вступить в ВТО? Ну, соответственно, в период существования мировой системы социализма они не вступали, потому что ВТО существует с 95-го года. Ну, ГАД, да, скажем так? Насколько я помню, нет, потому что, соответственно, все страны туда попали позже. Ну, соответственно, мы туда не вступали по идеологическим причинам с момента образования ГАД, потому что они считали для себя необходимым. В 86-м году, насколько я помню, это, соответственно, на волне перестройки, потому что единая мировая система. Нам хотелось туда войти, но американцы нам отказали. Тогда вопрос, вытекающий из этих двух, соответствовало ли, в принципе, может ли соответствовать интересам социалистического государства нахождение в таких международных структурах? Вопрос, как бы тебе правильно сказать, интересный в том плане, что почему бы нет, если ты правильно понимаешь цель, зачем ты туда идешь? Если у тебя уже на момент твоего вступления есть развитая система экспорта, ты экспортируешь свои товары в определенные страны мира, где против тебя применяют какие-то санкции. ВТО – это механизм, который позволяет наказать эти страны, которые, соответственно, против тебя ведут такую политику. Естественно, это, по сути, такая торговля, то есть это, ну, собственно говоря, почему нет, если ты хочешь оставить свои интересы? Вопрос только в том, что когда ты вступаешь, ты должен четко определить свои уязвимые места и защитить их максимально сильно, выторговав нужные тебе условия. Если тебе это не удается, нет, не надо совершенно, ни под каким соусом. Можно я отвечу дополнительно? Да, ну, Леня, ну, это будет уже. Хорошо. Ну, собственно говоря, да. А это выступление уже будет. Ну, я так, немножко более конкретно хочу ответить, в том числе и на Кириллова. Дело вот в чем. Долгое время Советский Союз, в общем-то, поставлял только два вида товара за рубеж. Ну, три вида, если бы точно. Да, там есть какие-то зерновые, по понятным причинам, значит, углеводороды и оружие. Значит, хотелось, собственно, Советскому Союзу еще чего-нибудь продавать. А поскольку на тот момент было довольно сложно кому-либо продать за реальные деньги, кроме американцев, то пришла идея черный металл... Черный, извините, черный металл из калипрокат продавать, собственно говоря, вот тем самым американцам. Но на тот момент, ну, она, по-моему, до сих пор действует, да, поправка так называемого Джексона Веника. Сколько она там сейчас у нас? То есть, смысл в том, что специально для России введены особые ввозные пошлины на наш товар, я вот не помню, сколько он... Да, ну, процент я не помню. Ну, там, ну, хороший, там, что-то 25% или там под 30 даже. То есть, автоматически, если ты ввозишь даже у тебя хороший дешевый товар, он становится со всеми накрутками там в половину дороже того, что производится в этой стране, да. Соответственно, нам это было невыгодно. И именно для этого Советский Союз, ну, для того, чтобы вот отменить вот эти вот заградительные пошлины для своих товаров, он пытался, значит, войти в этот... В этот... ГАД. Ну, ГАД, да. В этот ГАД. ГАД нас не принял по понятным, опять же, причинам, потому что американцам это даром не надо было. У них своего проката куда угодно хватало. Дальше, дальше Россия стала не до этого. Просто не до этого. Надо заметить, на самом деле, что вот Леня сказал относительно сельского хозяйства, что это, да, действительно может там уничтожить, убить сельское хозяйство. Проблема не только в нем. По большому счету, при грамотном распределении товарооборота, как бы, да, торгового баланса, в принципе, Россия могла бы пожертвовать этим, по большому счету. Потому что у нас очень дорогое сельское хозяйство. Ну, дорогое во всех развитых странах. Ну, дорогое во всех развитых странах, но, как бы, есть международная специализация экономическая у разных стран, да. Там, кто-то там, как Канада и Австралия, там, производят зерно, да, и этим они занимаются, за счет этого живут. Мы вот там, на данный момент углеводороды продаем, вот, там, Голландия шмаль продает, ну, кому что. Американцы, там, оружие, высокотехнологичный продукт какой-то, да. Вот, но проблема не только, как бы, в нем. Мы, в принципе, могли бы немалые вещи продавать. То есть, на самом деле, вот, наша промышленность прокатная, да, она, на самом деле, довольно многое может производить. И, именно, поскольку нам внутреннего рынка сильно не хватало для того, чтобы сбывать всю продукцию наших металлургических заводов, ну, соответственно, а Китай в свое время, то есть, мы рассчитывали производить вот этот гигантский объем проката, в том числе и на Китай. Китай в свое время покупал, потом он прекратил это дело, поскольку сам у себя уже наладил производство в достаточных объемах. Товар стал, кризис перед производством, начал закрывать наши металлургические, уменьшать, закрывать наши металлургические предприятия. В общем-то, отмена поправки Джексона-Веника была единственным шансом спасти ее. Спасти мы ее не успели. И на данный момент, в общем-то, это уже не актуально для нас, на самом деле. Ну, как вот, по крайней мере, говорят многие и пишут многие специалисты. На данный момент, ками преткновения вступлению в ВТО, даже не столько сельское хозяйство, есть вопрос о, так называемой, отверточной сборке. Это вот касаемо, кстати говоря, наших товарищей по ЦВР, в том числе. Знаете, у нас в России сейчас строятся и уже построены довольно большие предприятия по промышленной сборке автомобилей западных брендов. Форд, Ниссан, куча Тойота, в основном, кстати, на Северо-Западе. Ну, не только. Так вот, собственно говоря, одно из условий вступления России в ВТО, это отмена преференций для вот этих вот заводов. То есть, требования, я так понимаю, тоже США было, по крайней мере, до недавнего времени. Ну, это все влажно. У грузин, вряд ли, есть требования по отверточной сборке. У грузин-то как раз требования по отверточной сборке есть. То есть, понятно, что не за себя, а за того парня. Но тому парню тоже неинтересно, чтобы у нас производилось большое количество относительно качественных машин. То есть, Жигули, они не боятся. А вот производство там Фордов, да, тех же самых, или там Ниссанов в больших объемах в Европу, им совершенно неинтересно, поскольку у них свой General Motors есть, которому тоже куда-то надо все это сбывать, в том числе и в Европу. Ну, вот это один большой, еще один большой вопрос, который так и не был решен, на самом-то деле. Про банки Леня сказал, про прокат, опять же, да, мы уже потеряли, в общем-то, эту отрасль. Причем, в общем-то, благодаря тому самого ВТО, потому что мы не вошли. Ну, и понятно, что добывающая отрасль наша вся, причем добывающая, использующая ресурсы природные, причина, это нефть и газ, то есть, для них, конечно, никто не решает вводить экспортные пошлины, вот, импортные пошлины, естественно, не экспортные, потому что это неинтересно. А, например, для деревообрабатывающей промышленности там вопрос очень большой стоит, потому что мы на данный момент весь свой лес отправляем только за рубеж, у нас лесообработки своей никакой нет, в принципе, в России. То есть, мы только первичную обработку делаем, ну, условно говоря, там, отпиливаем от ствола, там, верхушку, там, сучья обрубаем и отправляем это все в близлежащие страны. Соответственно, по тем же самым причинам, как раз-таки, поскольку вокруг нас окружает, там, что Финляндия, ну, Скандинавия, в Белоруссии есть какие-то лесообрабатывающие немаленькие мощности. С ними, правда, решили вопрос в Европе. Там тоже, соответственно, были заградительные пошлины для технологичного продукта из дерева. То есть, они оставили лазейку для того, чтобы было выгодно туда поставлять и что-то там покупали только для нашего леса, который не обработан. Точно так же это касается рыболовной отрасли, которая полностью работает, то, что работает, это на зарубежье. На самом деле, отраслей очень много, которые спродают от вот этих дел. Вопрос очень простой для нас. Стоят ли вот эти вот остальные отрасли для того, чтобы их спасать путем вступления в ВТО, при этом жертвуя там определенными какими-то другими отраслями. Ну, как бы сложно оценить, потому что, с одной стороны, наше сельское хозяйство – это штука убыточная, как, впрочем, и везде. А, с другой стороны, это еще имеет военное какое-то значение, стратегическое значение, все-таки, сельское хозяйство – это продовольственная безопасность совершенно верно. Надо просто понять, что ВТО – это организация, прежде всего, торгашей. У них нет ничего святого, и это очень хорошо на самом-то деле. Потому что, в принципе, можно договориться со всеми. Другой вопрос, что, как и в любой, в общем-то, как ни крути, рыночной экономике, даже у нас в России нет единых интересов. У России нет одних интересов. Россия – это разорванная на части, экономическая, по крайней мере, Россия, мы о ней говорим. Разорванная на части лоскутное одеяло, у каждого лоскутка свои интересы, в каждом лоскутке сидит, как производитель чего-нибудь, ему либо выгодно, либо невыгодно вот этот вопрос. Чтобы либо мы вступали, либо не вступали. Решает государство, пытается как-то понять, кого больше, тем, кому выгодно или тем, кому невыгодно. На мой взгляд, наше государство не способно определить этот вопрос. Оно и не пытается. Оно и не пытается, да это и невозможно в одном. По большому счету. Потому что у нас нет доминирующих отраслей, ну, кроме, может быть, добывающих. То есть, собственно говоря, да, она и определяет, хочет Россия вступить в ВТВ или нет. Вот они сейчас хотят вступить, поэтому мы хотим вступить. Если завтра… По барабану, собственно говоря, так как мы против них, поэтому они относятся снисходить. Нет, а они… Им не по барабану. Я объясню, почему, кстати. Вот, нефтепереработка – это одно из самых главных наших нефтегазов. Ну, газовикам действительно по барабану, хотя тоже не до конца. Дело в том, что Россия ведь что творит? Для того, чтобы не отправляли всю нефть-газ за Булгор, поскольку там цены выше, да? Они, значит, директивно вводят регулирование цен внутри страны на углеводороды. Ну, и экспортные пошлины. И экспортные пошлины. Значит, если мы вступаем в ВТО, все ВТО нам говорят, ребята, вы оборзели? Что за протекционизм? Отменяем экспортные пошлины нафиг, отпускаем в свободное плавание цены внутри страны, это понятно, да? И дальше либо мы начинаем покупать бензин по ценам Европы, либо, значит, мы не покупаем его, а он просто идет в Европу, а мы тогда сидим без бензина и ездим, не знаю, там, на спирте. Насколько я понимаю, все-таки этот вопрос уже снят. Многие вопросы сняты, но я, насколько, опять же, я вот вычитал, к сожалению, не могу привести ссылок на конкретные вещи, не взял я с собой, ну, сегодня забыл. Там многие вопросы подвисли на уровне, то есть Россия вроде как заключила договоры, договоры, соглашения, да, со всеми странами, кроме, я так понимаю, Грузии на данный момент, о том, что у нас нет взаимных претензий с ними. Проблема в том, что вот эти вопросы, которые я сейчас озвучил, да, которые, ну, так или иначе, их придется решать, они все равно возникнут. То есть, допустим, если мы сейчас разбомбим какие-то нефигни эту Грузию и принудим ее подписать, то есть, ну, на следующий день, там, да, Польша выдвинет, там, вопрос, там, по мясу, то есть, там, не знаю, там, американцы те же самые, снова по трубам, там, не знаю. Китай тот же самый элементарно, по углеводородам и так далее. То есть, не надо думать, что у нас осталась, там, на пути одна Грузия с мелким вопросом. Вопросов, ни один из ключевых вопросов не был решен. Потому что, если мы соглашаемся на них, то это все хана для внутреннего рынка, ну, по конкретной отрасли. Вот, если мы не соглашаемся, соответственно, мы так и так не попадаем туда. Что стоит ли овчинка выдвинута? То, что Сережа говорил про катчиков, там, все-таки, драматичная история. Ну, это да. Проблема была в том, что в начале 90-х, когда схлопнулся внутренний рынок для проката, попробовали решить это как раз выходом на внешние рынки. И даже был не столько американский рынок, хотя, естественно, тоже была большая доля, и пытались с этим активно как раз, пытались именно на рынке Юго-Восточной Азии. И как раз они все быстренько врубили эти импортные пошлины. И вот как раз после этого и началась эта катавасия. Там были не столько американцев, вернее, не только американцы, но достаточно большое количество страны Юго-Восточной Азии. В том числе и индусы, и китайцы. По поводу российского внутреннего рынка тоже, конечно, этот вопрос такой сложный, потому что мы находимся довольно далеко. И те, кто пытается добиться отмены этих внутренних преференций для сельскохозяйственного рынка, не факт, что они к нам повезут все, что у них есть. Тут не настолько все, конечно, линейно однозначно. Ты убрал пошли, но тебя сразу завалили. Попробуй довези еще из Бразилии, что им с Карапортича есть. Ну, с Карапортича не привезешь. Доборозить можно? Победи. Да, конечно. Не превращайте в диалог. Окей, ну, я просто краткий комментарий. Окей, все, прошу прощения, да, соответственно, теперь следующее вступление. Все-таки я вот тоже, когда готовилась к семейшному диспуту по поводу тарифов, то есть у нас при случае вступления в ВТО остаются внутренние тарифы? Если мы их выторгаем. Этот вопрос не снят. Ты так сказал, что вопрос снят. По сути, ну, смотри, ну, конечно, надо же посмотреть грузинский меморандум, да, с чем они не согласны. Я вот на скидку не помню. Просто по списку. Они там по Боржоме что-то выполняют. Ну, вот, да, собственно говоря, ну, это, в частности, да, то есть, ну, это, по-моему, еще было, кроме этого. Но это мы через другие структуры подавали по поводу войны, соответственно, непризнания границ. А, вот, там основное, что мы, соответственно, ведем торговлю с частями Грузии, которые, соответственно, частями вроде как являются, вроде как не являются. Не соблюдая, соответственно, законов Грузии, ведем торговлю с частями Грузии. Вот, там, соответственно, все основное, это в чем состоит дело. Все остальные страны с нами согласились. То есть мы часть, большую часть товаров сохраняем, соответственно, определенную долю. И вообще это в любом случае происходит не сразу. То есть вот если ты вступил в организацию, с завтрашнего дня у тебя не исчезает. тарифы. У тебя есть 5, 6, 7, 8, 90-летний период перехода. Опять-таки, как ты выторгиваешь со всеми странами, кто у тебя на претензии заявил. Соответственно, у тебя будет в любом случае переходный период. То есть ты постепенно будешь их снижать, отменять, если что-то тебе придется снижать. Я про тарифы внутренние. Внутренние на что? На тот же электроэнергию, газ, да, поэтому претензий к нам нет. Пока нет. Ну, я имею в виду формально, к нам сейчас нет. Могут любые появиться, серьезно. Могут, естественно. Самая интересная история, когда Грецию принимали, или нет, Кипр, Кипр принимали, соответственно, турки заблокировали, потому что президент Кипра сказал что-то по поводу северного турецкого Кипра. Турки заблокировали на довольно долгий период, потому что просто были не согласны с этим. Чего там говорить о Кипре-глупости? По поводу этих, то есть, соответственно, к нам нет претензий формальных со стороны всех остальных стран-членов организации, 152. А те, которые есть претензии, это, соответственно, по торговле с Азией и Южной Осетии. Но это формально. Нужно действительно понимать, что это формально. Потому что... Они в любой момент могут просто написать... То есть, мы довольно много вытрогнули для себя процессы переговоров с непосредственными людьми, которые страны, которые были заинтересованы в этих вопросах. И, собственно говоря, ну а что они могут? Они хотят получить достаточно простой доступ к, соответственно, инвестициям в нашей стране, возможность покупать какие-то предприятия. Ради этого они готовы, естественно, закрыть глаза на тарифы и на, соответственно, внутреннее распределение. Это для них не столь важно. Все-таки, если в развитии того вопроса, который я в самом начале попытался сформулировать, о том, как отражается вступление Всемирной торговой организации на положении трудящихся. То есть, наиболее значимая социальная сфера. Что наиболее значимо для простого человека, не защищенного большим мешком денег? Это социалка, да, социальные гарантии, которые предоставляются государством. Пенсии, здравоохранение, образование и так далее. Все-таки, вот, например, в настоящий момент вступление Российской Федерации в Всемирную торговую организацию влечет ли за собой урезание, снижение, в общем, какое-то негативное воздействие на те небольшие, пусть купцы, социальные гарантии, которые у нас сегодня есть? Нет, по той простой причине, что эта организация совершенно не связана с этим, по крайней мере, это не МВФ. МВФ, которая выдаёт кредиты, она, соответственно, урезает социальные всякие расходы. В данном случае непосредственно. Соответственно, если говорить о, соответственно, говорить о перспективе, к чему это может привести? Формальная логика, вот у меня там где-то есть сейчас список, десяти, по-моему, десяти плюсов вступления в МВФ, да, соответственно, там, что система, в которой участвуют все мировые страны, позволяет развивать мир. Соответственно, есть инструмент для разрешения споров. Единые правила делают жизнь проще для всех. Свободная торговля уменьшает стоимость жизни. Собственно, что это означает? Что, по идее, если у тебя рынок открыт, у тебя будут те товары, которые дешевле. То есть просто причине, что даже если тебе привезти и продать у тебя будет дешевле, чем произвести здесь, для простого человека будет больше выбор простых, более дешёвых товаров. Но сделаны они будут не национальным капиталом. Классическая дилемма, которую, собственно говоря, нам-то, в принципе, надо решать в пользу у людей труда. Соответственно, торговля увеличивает доходы. То есть, соответственно, если ты торгуешь со всем миром, у тебя есть некие излишки, которые ты можешь потом инвестировать изнутри своей страны, либо в инфраструктуру, либо в какие-то государственные программы, которые, естественно, никак этими правилами не оговариваются. Потому что это именно вопрос снижения тарифов и торговли. Соответственно, торговля стимулирует экономический рост. Соблюдение базовых принципов делает жизнь более эффективной. Правительства защищены от лоббирования. Соответственно, бизнес может спокойно развиваться без давления какого-либо правительства на себя. Ну и, соответственно, система, в которой есть четкие правила, приводит, по идее ВТО, к более эффективному системе управления в каждой стране. Соответственно, у них нет возможности влиять на экспортеров и импортеров, устанавливая какие-то свои ограничения по произвольному принципу. Соответственно, отвечая на твой вопрос, формально это никаким образом не влияет на жизнь простого человека через систему, соответственно, потребления. Вопрос в том, откуда он будет получать деньги. Соответственно, это ударит по тем предприятиям, которые закроются, и люди останутся безработными. Соответственно, вот как раз мы возвращаемся к тому же вопросу, сумеет ли правительство защитить те отрасли, в которых большая занятость населения, которые требуют крупных капиталовложений и, соответственно, подвержены риску импортозамещения. Ну и, соответственно, замещение импорта, наоборот, да, импортозамещение немного другое. Как раз в этом отношении очевидно, что наше государство в интересах населения своей страны никогда не думает и не думала и не будет думать, а думает как раз о крупном капитале. Соответственно, там, о сталипромышленниках, о автомобилепроизводителях, об отвертченных их сборках, со всеми этими группами лоббистов они ведут переговоры. О простом населении, потому что никто не думает. Соответственно, будет ли иметь этот быстрый негативный эффект? Вряд ли. Быстрого не будет, потому что в любом случае будет процесс перехода не меньше пяти лет. За это время, по идее, тарифы снижаются, импорт возрастает, неэффективные предприятия закрываются не сразу, а постепенно, соответственно, рабочая сила перетекает в идеале. То есть, однозначно, одномоментного понижения уровня жизни не будет. Вопрос в том, вступим ли мы с грамотными условиями, через пять лет все останется нормально. Соответственно, мы там получим какие-то бонусы. Если мы вступим, как, собственно говоря, сейчас, судя по всему, собираемся вступить, через пять лет будет довольно плохо. И, собственно говоря, в процессе этих пяти лет будет постепенное ухудшение для, соответственно, уже вышеобозначенного сельского хозяйства. И, соответственно, как это скажется, на сколько у нас занято? У нас 15% населения, насколько я помню, занято в сельском хозяйстве. Это очень высокая доля для современной страны. Ну, собственно говоря, что у нас там, русская деревня. То есть уже какого-либо того производства, который там сейчас существует, его вообще, в принципе, не будет, скорее всего. Ну, какое-то остаточное. Вот, собственно говоря, и непосредственно всех населения. Да-RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA. Субтитры создавал DimaTorzok